ТОП 5 медиа личностей, которые отбывали свой срок Александр Емеляненко Доехал за изнасилование Пепер Гуф Начал уже реальный срок Это Слав Коваленко Разит по рынкам Максим Новоселов За убийство За изнасилование Та-да-да-да Мега известный А что это вообще за персонаж? Таша, техник Начал влезать в институток Оказался в местах лишения свободы Хватил денег за его водолазные движения Ловимый Все смотрю, читаю Не хочу, оцени и уважаю Лайк, подписка Всем привет, народ Вы находитесь на канале Игоря Шведа А это значит, что подоспел новый интересный ролик И мы будем разбирать ТОП 5 медиа личностей Которые отбывали свой срок По непорядочным статьям Закона Российской Федерации На пятом месте Нашего чуда Рейтинга Разместился Всеми известный Боец ММА Спортсмен Блогер Александр Емеляненко Про Александра Емеляненко Мы знаем То, что первый свой срок Он получил 18 лет Доподлинно Пока неизвестно Даже за что Но мы этого не можем сказать Также Александр имел На своих плечах Воровские звезды Которые впоследствии Он забил облачками В 2014 году Александр Емеляненко Снова заехал За изнасилование Своей домработницы И отбыл двухлетний срок До 2016 года Но так как мы знаем Что подобный бизнес В России Даже поставлен на поток И эта домработница Просто хотела сорвать Возможно денег И воспользоваться Именем известного человека Поэтому Утверждать Ничего не будем Но этот срок Имеет место быть И находился он В Бутырке Откуда По стечению обстоятельств За год до этого И я сам уезжал Этапом Поэтому В нашем рейтинге Топ 5 Александр Официально получает Пятое место И перейдем К четвертому месту На четвертом месте Нашего рейтинга Людей Кто отбывал Свой срок По непорядочным статьям Расположился Алексей Долматов Также известный Как рэпер Гуф Алексей В 17 лет Подсевший на героин И впоследствии В 18 лет Получивший свой Первый условный срок За хранение Наркотических средств Не задумался О жизни Своей молодой И продолжил Дальше барыжить И торговать Наркотиками Впоследствии После чего В 20 лет Он получил Уже реальный срок И его посадили В известную Уже всем вам Бутырку Которую Только что обсуждали Конечно же Алексей сразу понял Что с такими людьми Которые торгуют Наркотиками Тире барыгами Делают в местах Лишения свободы И попросил родителей Заплатить за него 10 тысяч долларов Чтобы остаться В хозбанде Хозбанда Это те люди Которые Остаются На территории тюрьмы И работают На администрацию Носят еду Подметают Улицы Моют Полы И исполняют Различные работы Дабы не ехать На зону Где Жесткие Зэки Урки Будут с ними Вести Другой Разговор Тем самым Короче Гуф Остался В хозбанде Отбыл свой срок Освободился Занялся Музыкой И Надеюсь Больше не торгует Наркотиками Поэтому Наш Лешка Получает Официально Четвертое место Нашего Супер рейтинга Людей Которые Отбывали свой срок По непорядочной Статье На третьем Месте Нашего рейтинга По праву Расположился Такой блогер Как Святослав Коваленко Святослав Коваленко Был задержан За сбыт Наркотических Средств А конкретно Двух с половиной Грамм Гашиша У них Была сделана Контрольная Закупка Чему Свидетельствуют Показания Как самого Святослава Так и Свидетелей Очевидцев Которые Находятся В открытом Доступе И Святослав Признав Свою Вину Получил Пять лет Лишения Свободы Но Так как Видимо Хорошо себя Вел Сотрудничал Со следствием И полностью Вину Признал Освободился По УДО Через 4 года И 4 месяца Отбыв Свой срок Не полностью И Надеемся Мы все Что завязался Своими Пагубными Привычками И больше Не торгует Наркотиками Кстати Святослав Снял Много Роликов Как он Ходит Разоблачает Мошенников Кальяны Как Лазит По рынкам Просроченные Продукты Выискивает Или что Он там Делал Но мы Ни одного Ролика Не слышали Как Получилось Так Что Святослав Торговал Наркотиками Поэтому Отдадим Ему По праву Третье место Людей Кто Отбывал Свой срок По непорядочным Статьям И тщательно Скрывает Это Святослав Коваленко Заслуженно Получает Третье место На втором Месте Нашего Супер Рейтинга Людей Расположился Российский Боец ММА Максим Новоселов Максим Новоселов Неоднократно Точнее Три раза Отбывал Свой срок Первый срок Он получил В 93 Году За убийство Второй срок В 3,5 Года Он получил В 2012 Году Ну и Третий срок Он получил В 22 Году 5 лет За изнасилование Опять же Как в случае С Александром Емельяненко Пятилетний срок Получил За изнасилование Но зная Какие в современном Мире девушки И как на этом Делается бизнес Не будем утверждать Возможно Максим Перешел Кому-то Дорогу Но тем не менее Эта статья Имеет место быть И о ней Очень мало Известно На просторах Интернета Особо никто Об этом не говорит И не распространяется Максиму Новоселову Отдаем второе место Нашего рейтинга На первом месте Нашего супер рейтинга Та-да-да-да Как мы любим Это делать Да Расположился Всеми известный Кому-то неизвестный Кому-то мега известный А кому-то Сейчас станет Известный По моим Рассказам Потому что Захочется Посмотреть Что это вообще За персонаж Такой Который Такой Может исполнять На первом месте Паша Техник Этот редкий Персонаж Умудрился Побывать в тюрьме Два раза Первый раз Он заехал В 2008 году За торговлю Наркотиками И был Оттопирован В Карелию В тюрьму Где я думаю Он понял На себе Все тяготы Барыжей Жизни В местах Лишения Свободы Так как Он отбыл Пятилетний срок И освободился В 2013 году А как вы все знаете К людям Которые торговали Наркотиками И пользуясь Чужой болезнью Травили Людей На воле В местах Лишения Свободы Относятся Не очень хорошо И тем более В Карелии Павлику Я думаю Поломали Всю психику Так как Освободившись В 2013 году Он начал Засовывать На видео Себе Резиновые Фалосы В рот Целоваться С трансвиститами Лизать У проституток На видео И так далее Не думая о том Что когда-то Он может снова Оказаться В местах Лишения Свободы Как в принципе И произошло В 2020 году Павлик Заехал На 11 месяцев За Вождение В нетрезвом Виде И Конечно же Я думаю Он сразу Вспомнил Все эти Фалосы Трансвиститов И все Свои Видео Когда Оказался В местах Лишения Свободы Поэтому Пашка Подсуетился Заплатил Денег Чтобы Его Этапировали Туда Где Ему Не будут Задавать Вопросы За его Водолазные Движения Тем Самым Проскочив Мимо Петушиного Угла И все Люди Узнали О том Что Павлик Сидел Только В тот Момент Когда Он Освободился Ну и Поэтому Как Самый Хитрый Скользкий Неуловимый Пашка Получает Первое Место Рейтинга Людей Которые Отбывали По Непорядочным Статьям Так Как Он Оказался Супер Скользкий Пассажир В принципе Как-то Подписывайтесь Ставьте лайки Выздоравливайте Скоро Подоспеет Новое Видео Также В комментариях Все смотрю Читаю В своих Видео Никакого Посыла Агрессии Нет Никого Обидеть Задеть Не хочу Всего Лишь Высказываю Свои Мысли Про Меня Мысли Тоже Можете Высказывать Все Всем Добра Сердце Не Уважаю Лайк Подписка